Решение о проведении Года культуры в стране принято в целях популяризации народного искусства и сохранения культурных традиций, памятников истории и этнокультурного многообразия, культурной самобытности всех народов и этнических общностей. Наша страна является одним из самых крупных многонациональных государств, на территории которого проживают около 200 народов. У каждого из них свои уникальные особенности, своя культура, язык, обычаи и традиции. Поэтому чрезвычайно важно с детства формировать у подрастающего поколения бережное отношение к своей культуре, уважению к наследию других народов и обеспечить преемственность поколений. Маленьких подопечных 4-го детского сада познакомились с традициями других народов России, показали народные костюмы дагестанцев, рассказали о Казани и Республике Татарстан. И, конечно же, предложили принять участие в традиционных детских играх других народов страны. Несмотря на различия в языке, одежде и укладе жизни, детские забавы очень похожи на обычные игры, и маленькие устюжания очень быстро их освоили. Играя малышам намного легче усваивать информацию, поэтому такое времяпрепровождение не только увлекательно, но и познавательно, отмечают педагоги. Ребята воспринимают игры и русского народа с огромным интересом. Они интересуются стариной, всегда очень внимательно все слушают. Мы не только играем, но и рассказываем, также даем информацию о культуре, о культурных ценностях, об атрибутах, о жизни в старину. Ну и выясняется, что они очень мало знают, поэтому наша задача их просветить в этом. С этого дня мальчики и девочки знают, что в разных уголках России живут очень интересные люди с собственной культурой и обычаями. А в игры, которые выучили воспитанники детского сада, можно играть и во дворе с друзьями. Елена Павлова, Степан Грижановский, Антон Карев, телеканал «Русский Север».